Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики моего канала, снова с вами Атомный Кролик. И сегодня в выпуске я хотел ответить на один вопрос, который очень часто всплывает в комментариях под моими видео. Что же такое пирамида Аргуса? Давайте я попробую вам коротко и ясно все рассказать. Во вселенной Mortal Kombat существует 8 известных миров. Одним из этих миров является Эдения. Самые яркие представители народа Эдении, представленные в игре, это Китана, ее Массиндл, подруга Джейд, Также Таня, Рейн и даже в Мелине течет немного Эденийской крови. Так вот, как и положено, у каждого мира должен быть бог-защитник. Если в земном царстве это Рейден, то в Эдении это Аргус. Так вот, у этого самого Аргуса было видение. Видение конца света, вызванного появлением слишком большого количества могущественных воинов. И поначалу Аргус хотел их просто уничтожить. Но слава богу, его жена Делия уговорила его этого не делать, мотивируя это тем, что многие из воинов являются героями и не заслуживают такой смерти. Тогда Аргус понимает, что не может принять решение и решает устроить соревнования между своими сыновьями. Суть заключалась в том, чтобы погрузить сыновей в спячку, потом одновременно разбудить, после чего они должны будут найти себе экипировку, которую Аргус и Делия оставят для них. Потом забраться на вершину той самой пирамиды Аргуса, на вершине которой их будет дожидаться Блейз, огненный элементаль, которого создала Делия. Тот из братьев, у которого хватит сил, чтобы победить Блейза, мало того, что станет новым защитником Эдении и заменит Аргуса, но и получит силу, которая позволит убить или ослабить других воинов, препятствуя уничтожению миров. Однако план Аргуса вышел из-под контроля. Дейген проснулся гораздо раньше, чем должен был, примерно на тысячу лет. За это время он успел сойти с ума и стал одержим идеей мирового господства. Дракона создал клан Красного Дракона и поклялся уничтожить своего брата при встрече. Также информация о том, что победитель Блейза получит безграничную мощь, слухами дошла и до других воинов. Каждый хотел заполучить эту безграничную силу себе. И в итоге у подножия этой самой пирамиды Аргуса разразилось самое большое сражение за всю историю Mortal Kombat. В этой мясорубке погибли практически все персонажи, которых мы встречали за все предыдущие игры. До вершины пирамиды смогли добраться лишь Рейден и Шао Кан, но Император оказался гораздо сильнее и в итоге победил Блейза. И по идее в этот самый момент должен был произойти Армагеддон. Но Рейден умудрился отправить предупреждение самому себе в далекое прошлое. Собственно в этот момент и происходит перезапуск истории вселенной Mortal Kombat. С этого начинается игра 2011 года, и история начинает развиваться уже совсем по другому сценарию. А самый большой косяк всего этого сюжета в том, что весь сюжетный режим Mortal Kombat Армагеддон не имеет никакого смысла. На протяжении всей игры мы пытаемся помочь Тайвину добраться до пирамиды и победить Блейза, что собственно в конце и происходит. Но эта концовка совершенно не влияет на историю самого мира. Потому что в итоге силу Блейза получает Шао Кан, и где в это время находится Тайвин вообще совершенно непонятно. Но я думаю в новых частях игры сюжет будет развиваться примерно по тому же сценарию, и рано или поздно мы увидим и Короля Драконов Анагу, и Смертельный Альянс, и Армагеддон. Надеюсь этот ролик ответил на все ваши вопросы, и я ничего не перепутал. Так что на этом все. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца, если он понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые истории. Также напомню, что на моем канале вы сможете найти историю многих других персонажей. Если кого-то не нашли, пишем его имя в комментариях, и голосуем за них в моей группе ВКонтакте, ссылка будет в описании. А я с вами прощаюсь, до новых встреч, всем удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok